Начало зимы это не только приближение нового года, но и вступление в силу целого ряда нововведений. Так, например, граждане, чья пенсия должна была прийти в первых числах января, получат ее уже в декабре. Авансом. Причем будет она в уже проиндексированном размере. Ощутимо повысили пенсию и тех, кому за 80. Индексированная часть увеличивается в два раза. С 7 644 рублей до 15 344 рублей. И вот это такая ускоренная индексация фиксированной части пенсии. А к ней еще будет прилагаться страховая часть, зависящая от стажа и отчислений. Она, вот эта фиксированная часть, увеличивается в силу того, что граждане, достигшие 80 лет, нуждаются в большей степени и заботе со стороны государства. Что же касается автолюбителей, то штрафовать за летние шины зимой, конечно, могут. Все-таки в административном кодексе это считается неисправностью, но ГИБДД заверили, что закроют на это глаза. Сотрудники госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода. Мы можем также подчеркнуть, что по многим регионам у нас вообще зимней скользкости и выпадания снега нет. И там контроль, соответственно, вообще нет необходимости. Сегодня вступают в силу и меры по защите персональных данных. В первую очередь российские сайты должны убрать кнопки регистрации аккаунтов через Google и Apple ID. Теперь только с помощью отечественных сервисов, например, госуслуги или по номеру телефона. Если у вас уже есть аккаунт, привязанный к иностранной почте, ничего страшного. Российским цифровым платформам еще нужно время, чтобы перестроиться как минимум до 2025-го. Это коснется в первую очередь государственных каких-то сайтов или значимых банков, каких-то сервисов, которые влияют на нашу, скажем так, финансовую составляющую жизнью или какие-то документы, получение каких-то государственных услуг. То есть это все борьба с недружественными странами о том, чтобы наши данные не потекали и было невозможно им воспользоваться где-то там из-за рубежа. Обновление есть и в сфере защиты прав потребителей. Если вы, например, при покупке билета, машины или при оформлении договора не заметили уже поставленную за вас заранее галочку напротив графа «страховка» или любого другого дополнительного сервиса, знайте, ваши права нарушены. С декабря за навязывание подобных услуг – штраф. Лидерами здесь является автомобильная сфера, то есть это мобильные дилеры, а также различные финансовые услуги, то есть банки и сопутствующие организации, которые навязывают различные истории. Иногда мы сталкиваемся с навязыванием услуг при покупке, например, авиационных билетов, когда нам дополнение к билетам, мы можем не заметить, нам навязали, например, страховку или там какие-то дополнительные услуги, связанные с багажом или так или иначе. И потребитель следует быть очень внимательным, и если он согласия недавно не дает на такое, то различные манипуляции могут быть признаны именно навязыванием. Кстати, теперь продавец или тот, кто оказывает услугу, по закону обязан принять или рассмотреть любую вашу жалобу или предложение. Если в установленный срок никто так и не ответил, должностное лицо заплатит штраф до 30 тысяч рублей, юридическое – в 10 раз больше. Максим Сироткин, Анастасия Холодилина, Москва-24.